Рефа Кабба Рефа Кабба Рефа Кабба Рефа Кабба такое интересное и важное мероприятие для нас, но хотелось бы прежде всего узнать, кто организатор, кто это, например, Международная дипломатическая обсерватория, я, например, впервые о ней слышу, или Культурная ассоциация, вот с таким интересным названием. Расскажите, пожалуйста, кто организаторы? Инициатором проведения конференции выступило дипломатическое представительство Абхазии, зарегистрировано еще в 2017 году. А партнерами является Международная дипломатическая обсерватория, основателем которой является Вито Гритани, который также по совместительству наш посол по особенным поручениям, вот, и ассоциация, такая культурная ассоциация Кантеры Лабораторию, которую возглавляет очень хороший друг Абхазии, наш друг, известный на юге Италии бизнесмен, крупный такой предприниматель Виторио Джильотти. Вот, он, собственно говоря, интересуется геополитикой, и ему уже лет 15 назад пришла идея создания подобной ассоциации, которая бы давала слово, организовывала бы конференции на темы, касающиеся геополитики. И вот по инициативе Вито Гритани, в первую очередь, мы так вот втроем, Вито, я и Виторио Джильотти, обсуждали идею организации подобной конференции с приглашением заинтересованных экспертов, вот, не просто, скажем так, для наполнения зала, да, вот конкретно пригласить экспертов, интересующихся вопросами геополитики, для презентации обсуждения вопросов, связанных с Абхазией, вообще в целом, позиционирование Абхазии на международной арене, как мы выразились, в международной дипломатической системе, и перспективы, конечно же, на будущее, в том числе взаимодействия с Италией. Как я понимаю, все-таки главная цель – это презентация Абхазии, вот конкретно, как вы собираетесь это провести, то есть там будут какие-то доклады, да, вот, есть ли разделение, кто о чем будет читать доклады, вот, примерно, вот, содержание нас интересует. Да, мы нацелены на то, чтобы максимально, за короткое время, максимально информативно рассказать об Абхазии, о разных направлениях, аспектах, значит, сценарий мероприятия приблизительно следующий, на нем будут присутствовать представители местной власти, сама конференция будет проходить на юге Италии, это если представить итальянский сапог, на самом его носочке, есть такой город Ламетсия, вот, регион Калабрия, значит, будут присутствовать представители, в том числе мэр этого города и другие представители местной власти, будут приветственные слова всем собравшимся, и далее выступит сам Виторио Джильотти, то есть, по сути дела, человек, который пригласил всех экспертов и один из партнеров конференции, выступит он, он расскажет в целом о геополитической ситуации вокруг Абхазии, то есть, не про саму конкретно Абхазию, а о ситуации вокруг, то есть, в Черноморском регионе, в Российской Федерации, естественно, затронет вопрос, связанный с Южным Кавказом, далее выступит Вито Гритани, наш посол по особым поручениям, он расскажет об Абхазии через призму Венской конвенции о дипломатических сношениях, и далее подключусь онлайн я, Томила Мирскулава, президент ТПП Абхазии, и Камила Кирвал, это ваша коллега, ведущая щи-жи-бзи-псинтола, вот, значит, я расскажу в целом о грузино-абхазском конфликте, о грузино-абхазской войне, далее в поствоенном периоде и периоде с момента признания со стороны Российской Федерации, международного признания по сегодняшний день. Томила Валерьевна расскажет о перспективах развития торгово-экономических отношений, а Камила, ну, на самом деле, Камила, скорее всего, выступит с докладом о, ну, не с докладом, с приветственным словом, в котором обозначит свободу СМИ в Абхазии, да, то есть насколько у нас все прозрачно, насколько у нас люди могут свободно высказывать свое мнение. Очень интересно. Спасибо большое. А еще, насколько я знаю, там планируется некая, в рамках этого мероприятия будет какой-то также презентация ассоциативной, скажем так, торгово-промышленной палаты, да, вот это, наверное, больше вопрос к Томиле Валерьевне, но это тоже интересно, что вы знаете об этом. На самом деле, конечно же, и Томила Валерьевна знает об этом, но опять-таки это инициатива дипломатического представительства Абхазии в Италии, в странах ЕС. Значит, чтобы ответить на ваш вопрос, я слегка погружусь в предысторию, потому что без этого никак. Значит, дипломатическое представительство у нас функционирует с 2017 года в Италии, мы официально зарегистрировали его в качестве юрлица, то есть получили индивидуальный налоговый номер, то есть официально по всем документам наименование у нас именно такое. Это нам позволило развивать отношения с итальянскими общественными организациями и, собственно, таким образом передавать и распространять объективную информацию об Абхазии. Кроме того, это позволило нам от имени Министерства иностранных дел Абхазии, вообще в целом от имени Абхазии организовывать разные благотворительные мероприятия, помимо культурных и социальных. Например, мы организовали гуманитарную помощь Сирии, когда там проходили военные боевые действия. Мы собирали, значит, организовывали благотворительные вечера, приглашали известных артистов и собирали средства, на которые покупали потом медикаменты, там, одеяло теплое, и все это отправляли дипломатическим грузом через постпредство Сирии в Женеве. Вот, и, собственно говоря, такие же мероприятия для Венесуэлы делали, мы для Конгу делали, с Индией сотрудничаем. То есть, через наше диппредставительство в Италии, а Вито Гритани, напомню, он приказом министра Вито Гритани является ответственным за работу диппредставительства в Италии. Я и Вито Гритани, вот у нас министр назначил ответственными, Даур Вадимович Ковый. Вот, и, собственно говоря, мы посредством вот таких мероприятий наладили очень много разных контактов, которые в итоге привели к тому, чтобы создать вот такую, скажем так, ассоциативную торгово-промышленную палату. И именно поэтому она так, скажем так, у нее длинное такое имя, очень много стран входят в эту торговую палату. Но это общественная организация, она лишь будет способствовать укреплению и развитию наших вот торговых контактов. Это очень интересно и абсолютно, я уверена, что важно. Но скажите, как вам кажется вот подобное мероприятие? Хоть вы втроем, да, представители Абхазии, в этот раз вы будете участвовать в этом онлайн, но тем не менее, как мы знаем, в наше время онлайн мероприятия, они также важны и актуальны, как любые другие, проводят там встречи глав стран, да, онлайн во многом проводили и проводят и наверняка будут еще проводиться. Но как вам кажется вообще значение подобных мероприятий для Абхазии? Какова вот основная цель, какова? Ну, основной целью у нас по-прежнему остается распространение и популяризация объективной информации об Абхазии. То есть наша задача стоит в том, чтобы рассказать обратную сторону медали об истории Абхазии, о самой Абхазии, потому что сейчас, к сожалению, превалирует прогрузинская информация, она искаженная и необъективная об Абхазии. Я имею в виду вот в странах, в западных странах. И наша задача всячески способствует тому, чтобы рассказать свою точку зрения. И на самом деле в последнее время все больше и больше людей интересуются как раз таки, скажем так, интересуются мнением об Абхазии от Абхазов, от представителей Абхазии, потому что понимают, что не всегда информация, поданная в однобоком варианте, она объективная и правдивая. И не хочу, конечно, сам себя хвалить, но все-таки работа в Итогритании заслуживает отдельного внимания, на мой взгляд. Человек с 2016 года активно продвигает наши интересы в Италии, в странах Европы и все это делает на общественных началах. У нас открыт офис в городе Бари. Город выбран тоже неспроста, осознанно, так как в Бари проживает одна из самых больших диаспор, грузинских диаспор в Италии. И мы именно там решили открыть офис. И весь этот офис содержится уже сколько лет на средства в Итогритании. Там не только содержание офиса, там постоянная ежедневная работа. Он и сувениры с абхазской символикой делает, распространяет, дарит, каждые праздники всем уделяет внимание. Мы даже использовали религиозную дипломатию, проводили в церквях, в базиликах, которые подчиняются прямую Ватикану, проводили молебен в честь народа Абхазии, за мир в Абхазии. В общем, потом католическая церковь передавала статую Мадонны в католическую церковь Сухума. Интересно. Вот такие моменты, я много могу про это рассказывать, чуть-чуть отстранился, но это все крайне важно для того, чтобы наш голос звучал в Европе тоже, чтобы слышали наше мнение. Это длительный, конечно, процесс, он рассчитан на долгосрочную перспективу, но тем не менее, вот такие люди, как Вито Гритании, и благодаря нему у нас образовался целый пул друзей Абхазии и Италии, которые постоянно помогают. Благодаря таким людям у нас появляется возможность заявить о себе, рассказать о себе, а это служит тому, что мы знакомимся с новыми людьми и постепенно становимся друзьями. И кто знает, я лично в этом убежден, что со временем это и приведет к признанию. Только так можно достичь признания, познакомиться с людьми, рассказать о себе, подружиться, а дальше уже будет просто логически придет признание. Ну да, личные контакты, конечно, всегда важны в любом случае, во всех времена были важны. Кан, огромное спасибо вам, спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. К другим важным новостям регионам. На днях в Сочи прошла трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России. Владимир Путин пригласил Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы обсудить ситуацию в регионе спустя год после завершения Второй Карабахской войны. Лидеры России, Армении и Азербайджана последний раз виделись в январе. Подписали соглашение об открытии транспортного сообщения на Южном Кавказе. Прошел почти год, но ничего не изменилось. Камнем преткновения стал так называемый Зангизурский коридор, связывающий армянский сюник с азербайджанским эксклавом Нахичевань. В советское время тут была железная дорога, но в середине 90-х ее разобрали. Баку поднимал вопрос и об экстерриториальности коридора, то есть выводе его из армянского законодательства. Ереван против и расценивает это как посягательство на суверенитет. Не менее острая проблема – демаркация границ. В начале 90-х, когда большинство постсоветских стран определились с этим, Армения и Азербайджан воевали. В ноябре на участках дороги от Капана до Нагурно-Карабахских сел появились азербайджанские таможенные посты. Ереван забил тревогу. Противник углубился на 2 километра армянской территории. Возобновились бои с применением артиллерии и бронетехники. Обе стороны понесли потери. События в Сюнике подтверждают важность скорейшего запуска процесса делимитации и последующей демаркации Азербайджана-армянской границы. Прокомментировали ситуацию в российском МИД. Накопившиеся проблемы Путин, Алиев и Пашинян планировали обсудить по видеосвяти в годовщину окончания Карабахской войны 9 ноября. Баку рассчитывал подписать с Иреваном мирное соглашение и запустить процесс делимитации и демаркации границ. Но диалог не состоялся. Стычки в Сюнике едва не сорвали весь переговорный процесс, пишет издание «Спутник». Также известно, что в середине декабря в Брюсселе главы Армении и Азербайджана встретятся на полях саммита восточного партнерства. В повестке все те же разногласия. А проведет встреча председателя Евросовета Шарль Мишель. И Баку, и Ереван подтверждают свое участие в брюссельской встрече. При этом получилось так, что сочинская встреча в резиденции Бачара в ручей стала как будто бы игрой на опережение. На этой встрече российский лидер еще раз подчеркнул роль Москвы в урегулировании конфликта. В целом за год все-таки сделано немало. Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе хорошо. За это время и при содействии с нашей стороны проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев. 53 тысячи человек уже вернулись к местам постоянного проживания. Создана хорошая мониторинговая группа, работает миротворческий контингент, работает, насколько я понимаю, по оценкам с обеих сторон достойно обеспечивает безопасные условия жизни для людей, работает и функционирует российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Но самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни, отметил Владимир Путин. В ответ на это президент Азербайджана отметил, что несмотря на то, что в целом все неплохо, Баку по-прежнему очень интересует и беспокоит невыполнение одного из пунктов трехстороннего соглашения, подписанного в ноябре прошлого года, а именно вопрос разблокирования транспортных коридоров. В свою очередь, армянский премьер Никол Пашинян считает, что картина далеко не такая стабильная, как пытается представить Баку. Цитата. «Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, ситуация не столь стабильна, как хотелось бы. После 9 ноября прошлого года уже несколько десятков человек погибло с обеих сторон. Инциденты случаются и в Нагорном Карабахе, и с 12 мая сего года мы фактически имеем кризисную ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении. Конечно же, границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы и не демаркированы, но государственная граница существует. И это суверенная территория Республики Армения. Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что все пункты, кроме де-блокады и коммуникации, уже выполнены. Существует еще и проблема заложников других удерживаемых лиц в военнопленных. И это очень важный гуманитарный вопрос, отметил Пашинян. Таким вот образом развиваются события между Арменией и Азербайджаном. И после сочинской встречи другой важной точкой соприкосновения станет Брюссель. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем по-прежнему продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова